Добрый вечер, ребята. Мадяр на звездку. Вот так, сегодня так и Мадяра смотрятся очами силы и веры на наш украинский Херсон. Вот. А что вы тут видите? Ничего не видите. Это украинский мем. У вас есть такой же, как русский корабль, который пошел нахуй. Это то, что осталось от Чорнобаевка-баю. Когда-то нафтопереробный завод. Это корабельный район города Миколаев. За ним идет Суворевский. Тут, во-первых, я надеюсь, что тот Суворевский район вместе с одной из центральных улиц Херсоново после нашей уверенности победы удастся немного изменять на более приятную для украинцев назву. Но сейчас даже читал, что выставка заслуг генерал-симуса Суворова проходила. ДНР-ДНР утворена уже во время войны в Липне. Мога сейчас не про то. Сегодня... Какое число? Четвертое? Четвертое. Давидов Брид стал украинским. Добавленные воины 35-го бригада морпихов подняли на нем управление. Еще немного усилий. И воины ЗСУ идут к Береславу. Чтобы вам было понятно, что Береслав – это стратегическая точка на березе Дніпра, которая позволит создать оставшиеся русского анклава с певденною до певничної сторони прямокутничком, довжиною близко 80 км, и шириною где-то 25-300 км в разных местах. Вот на этом анклаве остается еще какая-то количество всяческого войска, не маленькая. Может 15-300 км, может где-то такого. Скупой техники, скупой боезапасов, всего другого. Но с полными штанами того, что происходит, когда эта шпана бежит. Бежит от нашего натиска, а через год перейти безперешкодно не может. И тогда лишь короткий промежок времени, когда эта коробочка будет очищена. С усилиями ЗСУ, верой в украинский народ, вот что на нашей стороне есть правды. А мы щоденно, по метру, по метру, по метру, будем роздавляться уже конкретные будиночки. Щовечори, аналізуючи польоти, которые мы занимаемся в рамках аэророзвитки, окремая тактичная группа Тахи-Магяра. Верьте, перемога не за горами, а на нашей стороне правда. Все будет в Украине. Так, хлопцы? Так точно. Слава Украине. Верой, слава. Слава.